Педагоги лучше всех знают, каково это построить детей хотя бы в одну шеренгу. А потому действия никто не торопит. Перед началом смотра строя и песни на советском проезде царит праздничная суета. Одни в последний раз повторяют элементы строевых приемов, другие вдохновляют друг друга на победу. Наконец, Броуновское движение постепенно начинает приобретать порядок. Учащиеся встают в ряды и действие начинается. Докладывает о готовности к началу смотра представитель прошлогоднего победителя команды Развилковской школы. Товарищ командир команды школ Ленинского муниципального района к смотру строя и песни построены. Раппорт сдавал командир отряда юные патриоты Фролова Виктория. В общей сложности в нынешнем конкурсе примут участие порядка 500 человек. Перед тем, как прийти на советский проезд, каждая команда победила в школьном этапе смотра. В составе жюри представители отдела образования администрации Ленинского муниципального района, творческих объединений, советы ветеранов и офицеры 5-й дивизии противовоздушной обороны. Приятно отметить, особенно настрой детей, которые сегодня пришли сюда, для показать свое умение. Начальные навыки, но они уже есть, и это радует нас. В соответствии с правилами, каждая команда, в составе которой 30 человек, должна провести перестроение, пройти парадным строем и исполнить маршевую песню. Уже по выправке первых выступающих было видно, на этот смотр действительно собрались лучшие из лучших, и судьям придется нелегко. Этот смотр, в числе прочего, показывает способность детей работать в команде, совместно решать общую задачу, хотя к командирам особые требования. Им нужно не только отдавать команду отряду, но и сдать рапорт настоящему офицеру. Несмотря на тщательную подготовку, некоторым участникам смотра пришлось изрядно поволноваться. Мы готовились примерно неделю, а сложным для меня было то, когда я сдавал рапорт в начале и в конце. Это для меня было очень волнительно, потому что я первый раз капитан. В времена Советского Союза подобные смотры были неизменным атрибутом празднования Дня Победы. И сейчас эта добрая традиция возвращается. Она позволяет каждому школьнику, пусть ненадолго, почувствовать себя настоящим защитником Родины. Основной смысл проведения сегодняшнего мероприятия начальник управления образования администрации Ленинского района Ольга Алешкина сформулировала предельно кратко. Патриотизм – это то состояние, наверное, души, сердца, менталитет человека, который направлен на любовь к своей Родине, к своим согражданам. Вот, наверное, это лейтмотив сегодняшнего мероприятия. Победители соревнований получили памятные кубки. Но главное, что те чувства, которые испытали все эти мальчишки и девчонки, проходя мимо вечного огня, останутся в их сердцах навсегда. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.